Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня 22 ноября. Обычно я 1, 11, 21 числа все время пою голубей чектониками. Получилось так, что вчера я сыворотки пропоел. Задосну мне надо было. Один день никакой разницы не имеет. Главное, что это делать. Сегодня будем опять поить. Вот, один миллилитр на 2 литра воды. Значит, он коричневого цвета. Вот, де-факто показываю. Когда вы меняете водой, это, да, мешаете водой, она становится желтым цветом. Такой. У него своеобразный специфический запах. Сейчас я разстряхну. Что-то неудобное. У него такой специфический, видите, такой желтого цвета стал. Ну, сейчас этих тоже, наверное, пусть попьют. Этих, которых я отсадил пороваться, но что-то они не хотят. Я еще чектоник называю виагра для голубей. Очень сильно помогает на потенцию. Значит, чектоник дается в течение двух часов. Через два часа выливаете то, что осталось у вас в поинке. То есть, налили в течение двух часов в зимнее время. Что попили, попили. Все, что не попили, выливаете. Можете еще раз давать. Ай, блин, неудобность. Желательно, конечно, вечером воду убрать, чтобы они пить хотели. И после этого, после этого, значит, пропаять. Ну, это по поводу полезного. Что-то полезного. Необходимо делать. Теперь, по поводу неполезного, дорогие люди. Точнее, еще более полезного. Вот так вот, да, говорит. Отправь мне своих голубей, я тебя покажу. Дорогие мои, не в обиду вам. Если за столько лет у вас не получилось иметь таких же голубей, которые для вас считаются, да, в этом виноваты исключительно только вы. Не голуби такие. А вы просто хреновый тренер. Ведь не забывайте, в первую очередь, в первую очередь, голубятник, это охотник, это тренер, это врач, в первую очередь. То есть, все зависит от вас. Если у вас не получается таких результатов, ну, как вам сказать, дорогие мои, неужели в России или на постсоветском пространстве нет таких ребят, как Месси и Рональдо? Есть! У нас нет таких тренеров, нет такой школы, которая может воспитывать таких спортсменов. Детей одаренных у нас полно. Вы с этим можете не спорить. И круче, чем Рональдо и Месси. Тренеров нету, толковых тренеров нету, дорогие мои. Вот смотрите, да, я с ожогами. Другой бы на моем месте больницы продержал. Я не в больнице. Я вчера голубять не почистил. Песка насыпал. Хотя, каждое мое движение, это мучительно. Я получил серьезные ожоги. Мучительно даже каждое движение. Да, но, однако, мне это не мешает. Почему? Потому что у меня есть обязательство. Обязательство есть, понимаете? Не перед кем-то, перед самим собой. Уж если я на себя взял эту обязанность, то я обязан все это делать. Наплевать, нога болит, задница болит, голова болит, то, другое. Ты должен делать. Ты не должен искать причину. Понимаете? То есть сейчас любой бы на моем месте, да, бы лежал. В общем, даже и болите, чтобы дома ничего не делал. В общем, и все там, ну, делайте ради меня. Ну, это натура такая у нас. Я вот такой. Понимаете? Я вот такой, я не успокаиваюсь. И поэтому голуби у меня такие. Вот несколько дней подряд у нас в Волгограде бешеные ветра. Хорошие ветра. В общем, и даже в таком состоянии я выхожу. И сейчас посмотрим, какой сейчас сегодня ветер. Скорость ветра в Волгограде. Ну, сейчас уже 12 стало. Судраца 14 было ветер. 75 влажности. 12 метров в секунду ветер. 12 метров в секунду это более 40. 42-43 километра в час. Понимаете? То есть птица должна работать. Работать. И она вынуждена пашет. У нее крыло становится сильным. Понимаете? Там тоже читаю, говорит. Хищник берет, когда голодный, он берет любого. Дорогие мои, есть хищная рыба, есть хищная птица, есть хищные животные, хищные насекомые, хищные улитки даже есть. Понимаете? То есть хищность что обозначает? Они едят других. Есть даже хищные растения, если вы не знаете. Хищные растения поедают других. Но он не поедает самых сильных. Понимаете? Вот никогда вы не увидите, вот представьте, да, лев, саяц зверей. Нахрена ему кидаться на теленка, если он может поймать огромного буйвола? Если это было бы так просто. Да и нахрен буйвол, он может слона поймать и слона поест. Ну пусть попробует, он что такой тупой? Он не понимает, что в этом слоне несколько раз больше мяса, чем в этом, чем маленьком в этом, да, теленке. Он прекрасно знает, просто у хищника свои возможности. У каждой хищной птицы свои возможности. По поводу того, что больная птица не летит, хищник не может. Дорогие мои, это парализованная, парализованная. И мертвая птица не летит. Больная птица еще летит. Еще как летит? Вы что, когда болеете, вы не можете работать? Вы просто себя задавайте, да, когда вы болеете. Вы что, не можете больной работать? Можете. Просто хуже вы работаете, чем когда вы здоровы. Силы у вас меньше, чем когда у вас здоровы. Энергии, реакции, движения у вас больше, чем... Поэтому хищник, он моментально видит больную птицу. Он никогда, он не дурак. Хищник не дурак. Потому что, если он будет гоняться за здоровой птицей, да, он сдохнет. Он не выживет, он сдохнет просто-напросто. Поэтому, дорогие мои, ну, пора на эту грешную землю спускаться, да. Ну, и кто вам сказал, что каждый из вас должен быть таким, да, незаменимым этим, да, охотником, ученым или тем другим. Да у каждого человека свои способности, свои возможности. Вы представляете, если у всех тренеров по футболу были бы такие футболисты, как Рональда, как Месси, как Ревальда, как Марадон, как кто-то другой. Это кудак черта, дорогие мои. Нет. Мы в своем роде тренера. И результаты наших голубей. В первую очередь. Точнее, 50 на 50. 50 зависит от голубей. 50 зависит от нас. Если мы тренера никакие, никудышные, то никаких результатов у нас никогда не будет. Да любого там, да, у меня отец там про одного мужика говорил, да. Самую лучшую женщину, девушку, да, этому дебилу, говорю, жену, через полгода она блядью станет. Потому что человек такой, понимаете. Без всяких нравов, без ценностей, без того, без... Ну, вот есть вот такое тоже. Поэтому все это зависит от вас именно. От вас. Ваши результаты в ваших руках. Вы боитесь выпускать в метель, в ураган, в расстоянии. Я не боюсь. Ну и почему у вас должны быть такие результаты? За малейшие вещи я убираю голубей. Малейшие, там, чуть-чуть, чуть-чуть клюк приоткрытый, я убираю. Вы пытаетесь телозином, формозином, трехополом, хренополом, все, что у него, вот это, прививками этими. Почему у вас должны быть результаты? Вот задавайте себя вопрос, да. Вот представьте себя, вы сидите, лежите весь день на диване, ни хрена не делаете. Лежите и мечтаете, что вы самые сильные. А другой с утра до ночи в спортзал у него ходит, пахтит, пахтит, пахтит. У вас как могут быть такие же результаты, как у него? Да никогда в жизни, ни по шучьему велению, ни по вашему хотению, понимаете, никогда этого не будет. Для того, чтобы у вас были результаты, на это нужно кропотливый труд, труд, труд. Только благодаря труду, благодаря времени, правильному труду у вас будут результаты. Понимаете? Будут результаты. Не будете трудиться, ничего хорошего не будет. Так, сейчас я на паузу поставлю, зарядочку возьму и дверь открою. Ну все, дверь откроем. Пусть выходит. Пусть выходит, покушаем, полетают. И только так, и только так. Они будут здоровыми, бодрыми, сильными. Будут знать, что такое хищник. Будут знать, что такое туман. Все вот эти вещи, они только выучить. Только при этом. Если птица будет в небе. Если птица будет лежать в голубятне. Балдеть голубятне. Вы только можете рассказывать. Только-только можете рассказывать. И больше ничего. Не нужно. Самостоятельно они хотят идти или не хотят. Так, самостоятельно они хотят идти или не хотят. Подождем, такой порыв хороший будет. В это время поднимут. Если они сами. Бандит, чего они не летают. Ну, чего ты их не гоняй. Мее, чего они не гоняй. Везья, я не могу. Везья, я не могу. Кшш. Кшш. Давай все. Кшш. О, порыва поднимается ветром. Кшш. Порыва ветра поднимаешь Только кушать хотят Летать не хотят Мелочь Вносит Хороший Тренировочное ветра Вот только так добиваются Дорогие мои Результатов добиваются в теле Они языком чесать или пальцами по струнам Понимаете От того что вы 250 Комментарий напишите Как хищник берет самых лучших Самых замечательных Самых-самых-самых Больных не трогает Больные не летают Хорошие летают Хороших берет От этого ничего не изменится Понимаете От этого хищник не перестанет Взять Ваших так называемых Хороших Это конечно Если вы гоняете Это очень многие Голуби годами закрыты А он рассказывает Как хищника у них берет Более спрашиваешь Ты же никогда не открываешь Откуда ты знаешь Он берет Ну как же у других Берет Значит не уберешь Понимаете Вот здесь еще Так можно Видите Давит Ветер Давит Вот это помогает Понимаете Не болтовня Не вот это Да Языком чесает Пишки не воротить Да там И это помогает Значит А вот реально Тренировки Гоняйте Голубей Пусть они покоряют Они сильнее станут Они умнее станут Они еще умнее станут Пойдем Еще остальных выгоним Чего же Они тут халяву сидят Зернок уже Заслуживают Эй Досранцы Давайте на выход Указка Как учитель Раньше Старые Добрые времена Говорит Учителя Указку держали Не для того Чтобы на карте Показывать А когда ученик Говорит Не мог отвечать Он этой указкой По пальцам лупил Понимаете Вот тогда И умные Вот почему И тогда И Менделеева Ломоносова были Они такие как Сейчас Левые Денег заплатил Высоту Поставили Денег заплатил Доктор И профессор И академик И хрен его Знаете что Давайте В небо Давайте Трудиться Дорогие Мои Ой-ка Трудиться Давайте Эй Ну у нас Эти Скажи Яши 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 Хотя Можете прийти Чего Что то Валера Вам Уже не выпускают У нас Яши то левые Такие хорошие Как у других Голуби хреновые Понимаете Купоросом воняет Водкой воняет Спиртом воняет 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 А он За километрах Чувствует Этот запах Вот Дорогие мои Как можно стремиться Результатом Только Так И на славу Только 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 Понимаете Для того Чтобы человек Стал хорошим Летчиком Он не должен мечтать Стать летчиком Я тоже В детстве Хотел стать Космонавтом А он Должен Летать Вот Тогда Он станет Летчиком Космонавтом Ну Реально Каждый Ребенок Мечтал Стать Летчиком Стать Космонавтом Но Я не стал Космонавтом Теперь Что Если Я мечтал Значит Я космонавт Думаю Думаю Достаточно Думаю Думаю Достаточно Вот Крылья 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 Опа Сейчас Меня Унесет Думаю Крылья Давай Я Шаджан Я направляю Я его не вижу Видите Сколько Корма у тебя Дорогой Ты мой Сколько У тебя Корма есть Я Я Я Направляю Опять Убежишь Скотина Верешь Он Не голодный Был Смотрим Уронит У него Или Не Уронит Видите Вытер Да Он Должен В эту сторону Идти Ну Может Зацепить Ну Показываем Что цепляет Не может Ну Не может Убегает Да Ушел Понимаете Я Еще Вечером Посмотрю Какой Это был Именно Какой Какой Вот Видите Вот Посмотрим Выронит Он Не Выронит И Такое Тоже бывает Сейчас Ветер Сильный Ветер Работает Как В пользу Голубя Так И пользу Сапсана Нет По-моему Он Уходит Вот Или Нет Это Голубя Это Голубь Да Вроде Голубь Сейчас Посмотрим Я Посмотрю Что Творят Или Что Творят Что Творят Что Творят А Эт А Эт А Эт 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 Скажут Он Кого-то Взял Дорогие Мои В этой Толпе У меня Куча Пишалок Летит Пишалок Понимаете Если Он И Пишалок Не Может Взять Какой Нахрен Это Хищник Это Травоядный А не Хищник Понимаете И Притом Среди Пишалок Среди Пискунов Очень Многих Я Еще Но Этот Подозревал Как Турпеды Летят Так Что Видите В этот раз Сапсан Не Удрал Не Удрал Видите Вот Когда Он Убегает Ну Когда Может Зять Понимаете Вот Как Пошел Опа Красава 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 В самом начале ролика Я в голубятни Когда снимал В углу стоял У меня один Такой Нахохлившийся Скорее всего Того и не будет Скорее всего Скорее всего Ну посмотрим Того Может другого Когда у меня берет Я уже знаю Кого именно Он может брать Но за столько лет Вы видели Ни одного Взрослого Голубя Он у меня Не брал Даже Взрослых Никого Он даже не мог Породить Он ранил молодых Вот Вот Как танцует Красава Что Не боитесь Ведь Я же Пишу Не бояться Вот Сверху И все Показывает Чтобы Чтобы Вы поняли Вон она Высота Чирище Вещевает Я просто Тену Максимально Крыша 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 Ну и все Блин У меня аж Буль прошел Когда Атака Появилась Адреналин Какой Хороший Хороший Да Но я вам еще скажу Дорогие мои Асап сам летит Он не один У него есть самка Это был самец Есть еще дети Так что Могут прийти еще Несколько штук Поймать И так К начале весны У меня ни одного Не должно оставаться Если они возьмут На самом деле Хороший Голубь О как тянет 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 Красава Ты кто такой Не знаю Кто такой Натянет красиво Голосоко Вот он Дикарь пошел Вот он Что Еще раз придет Нет Рейска Видите Как скинули Моментально Рейска Где были сейчас Куда сейчас С себя скинули Ну Он если уронил Он через некоторое время Еще раз Придел Он там наверху Тоже мелкается Он же мелкается Ну Как бы Как бы Вот так И ветер Как бы чуть-чуть стихает Ветер стихает Ну Клоун А бить будем? Пить будем Или не будем 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 Красава Ладно На это поставлю паузу пока Потом Можете еще продолжим Так Дорогие мои Вот в самом начале Ролика Когда я снимал Вот в этом месте Вот в углу Стоял такой Битенький Бескунчик Такой Нахохликшийся Был Нахохликшийся Такой Ну Ролики Я даже сейчас снимаю Я ролики не посмотрел Просто Когда зашел голубец Я на него обратил внимание Что его надо отсадить Убирать Ну Скорее всего Его и нету Скорее всего То есть Ну как всегда говорим Он забрал Самого лучшего Ну все Всех благ вам Гоняйте Не бойтесь Хышник Возьмёт Только Лучших Самых 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 Лучших И вы Останетесь Такими Старыми Проверенными Пердунами Которые По 10 По 15 Летают Плодятся Да В общем Вот такие Старики Знаете Вот с ними Останетесь А всех Хороших Заберёт Хышник Забирает Забирает Запоминайте Слабых Подболевших Голубей Здорово Голубой Никогда не будет Атаковать Голубей Голубей Голубей